ДНР Это результат борьбы двух подходов ко всему происходящему сейчас на Донбассе, на остатках Украины. Один заключается в том, что нужно постепенно, на основе каких-то легко контролируемых механизмов, используя управляемых людей, проводить сбалансированную политику по отношению ко всему происходящему. Другая оппозиция озвучена Пургеным, который отстаивает идеи единства русского мира, независимо от того, в каких он государствах, из чего состоит и так далее. Боюсь, что противники Пургена забеспокоились, что после своего возрастения и выступления в парламенте он действительно убедит депутатов поддержать его линию. Во время отсутствия Пургена Пушилин решил устроить этакий дворцовый переворот, уверен эксперт. Но этот переворот резко отрицательно повлияет на репутацию России. И то, что никто не комментирует ситуацию, может означать, что Пушилина уговорят придумать, как выйти из этой щекотливой ситуации. Идея людей, стоящих за Пушилином, понять можно. Они предлагают удобную и вроде бы достижимую для России решение. Мы приносим мир, нас ради этого поддерживает Киев. Война прекращается, тяжелое вооружение отводится, не тяжелое тоже. И мы начинаем строить в тех границах, которые получили какое-то подобие государство. Мир я вам принесу. Мир на вот этом 31% территории Донецкой области. Вы думаете, это даже не всегда Донецкая область. Тогда речи не будет идти о том, что что-то освобождать. И я больше чем уверен, что как раз это все прекрасно понимают. Реализовать эту схему ему не дадут. Если этой осенью армия Новорочи не перейдет в наступление, то можно поставить на всей этой идее жирный крест. Эксперт указывает на то, что смены руководства – это нормальный процесс для нового государства. Но государству требуются законы и их неукоснительное исполнение, чего в самом процессе снятия Пургина, по мнению эксперта, соблюдено не было. Эксперт уверен, действия Пушилина незаконны, а без соблюдения законов ничего построить нельзя. Суть в том, что группа Пушилина опирается на те самые методы, которые сегодня процветают в Хунте. И опирается, опять же, на те самые схемы, которые существовали и привели Украину к вооруженному перевороту. И к первому, и к второму Майдану. Это договорники бывших элит, олигархов и чиновников, которые прекрасно договариваются между собой. Сейчас строить на развалинах Донбасса власть по тому же принципу – это просто привести к экономической катастрофе. То есть это действительно сдача позиций. Для того, чтобы эту сдачу позиций обосновать, у нас мир никого не интересует, что в таком варианте в республике просто задали. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok